Программа Эквилибра вновь приветствует вас на страницах интернет-журнала Власть. И снова мы выбрали непростую тему для разговора и двух компетентных людей, которые сначала аргументируют свою позицию один за, другой против, а затем выслушают наших экспертов. Эквилибра значит равновесие, и сегодня мы балансируем в попытках понять, атомные электростанции — это зло или благо? Научно-практический мир ядерных исследований встретил наших журналистов спецсопровождением и экипировкой. Давайте посмотрим. Институт ядерной физики. Город в городе. Здесь мирный атом на службе людей. На этой установке проводились эксперименты еще в советское время. А вот новое оборудование будущего корпуса Центра ядерной медицины. Рядом с учеными — военные, ведь на территории есть четыре крупные базовые экспериментальные установки и среди них атомный реактор ВВРК. Для профессора Насурлы Буртибаева ядерная энергетика практически вся жизнь. Строительство АЭС к 2025 году позволит добываемый в Казахстане уран использовать по большей части в интересах страны. А атомная станция в перспективе может заменить ТЭЦ — основной источник электроэнергии республики. Атомная электростанция будет потреблять 40-50 тонн урана в год. Такой же мощности теплоэлектростанция потребляет 4-8 миллионов тонн угля. ТЭЦ еще выбрасывает отходы. На миллион атом с земли, породы, один атом урана. Когда мы 8 миллионов тонн сожгем, мы, значит, там где-то миллионную часть урана, там, который есть, выбрасываем в воздух. И если с этой точки зрения рассматривать, то мы, используя тепловую электростанцию, больше выбрасываем радиоактивности, чем атомные электростанции. Власти ученых услышали. 29 мая 2014 года главы Казатомпрома и Росатома подписали меморандум о строительстве атомной электростанции на территории Казахстана с использованием российских технологий. Начало строительства запланировано 2018 год. До этого времени чиновники определят мощность станции, пока в планах от 300 до 1200 мегаватт, и стоимость проекта. АЭС может обойтись казне в 5 миллиардов долларов. Значит, вот здесь внутри находятся станции мощностью в 9 киловатт, которая впитает весь дом. Бизнесмен Нурлан Джейнба выступает за альтернативные источники энергии. Солнечные панели, установленные на крыше, вырабатывают дневное время от 12 до 20 киловатт в день. Для дома этой электроэнергии даже много, говорит Нурлан. Излишки он отдает соседям. Кроме того, такой вид энергии безопасен для экологии. В МОТО, да, можно оснастить дополнительные, то есть, такими станциями. То есть, мы все знаем, электричества не хватает в дневное время. То есть, в ночное время или вечернее очень много. А в дневное время, да, это можно дополнить в сети. То, что вот сейчас закон вышел, может быть, какие-то появятся преференции. То есть, там возврат, значит, инвестиции идет, значит, освобождение от каких-то вибринговых налогов. То есть, для того, чтобы уже люди могли применять это в дальнейшем. Главный минус альтернативных источников энергии – их высокая стоимость. К примеру, оборудование Нурлана Джейнбаева стоит 18 тысяч долларов. Солнечные панели привезены из Японии. Развивать зеленые технологии может и безопасно. Но платить за эту безопасность потребителю придется в 6,5 раз больше, чем сейчас. Генерация на тепловой станции от 6 до 10 тенге за киловатт в час. Генерация атомной энергии будет стоить от 12 до 15 тенге за киловатт в час. Генерация энергии от солнечных панелей – 40-50 тенге за киловатт в час. Генерация энергии ветра – 30-40 тенге киловатт в час. О минусах АЭС наслышан каждый. 28 марта 1979 года. Авария на АЭС «Три Майл Айленд», США. В результате серии технических и человеческих ошибок, вкупе с недочетами в конструкции энергоблока, произошло частичное расплавление активной зоны реактора и выброс радиоактивных веществ. Радиоактивность газов, выброшенных в атмосферу, от 2,5 до 13 миллионов кюри. 26 апреля 1986 год. Чернобыльская авария. Советский Союз. На четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 миллионов гектар земель. Вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Уничтожены и захоронены сотни мелких населенных пунктов. Чернобыльская катастрофа унесла жизни 4 тысяч человек. 11 марта 2011 год. Авария на АЭС Фукусима-1, Япония. Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы. Это явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения. На сегодняшний день авария все еще не локализована, и уровень загрязнения окружающей среды продолжает расти. Пока место строительства АЭС в Казахстане наверняка не определено. Города-кандидаты – Курчатов и Балхаш. От рисков природных катаклизмов или человеческого фактора не застрахован никто, уверен политик и общественный деятель Петр Своек. Но попробовать стоит. АЭС страшна только аварии. Да, вот это не дай бог. Но и поэтому пытаться построить столь высокотехнологичную и очень дисциплинирующую отрасль, как АЭС в стране, где все покупается и продается, ну, например, права можно запросто купить и ехать на улицу. И если построить вот такую ответственную электростанцию, в которой уже просто так там лицензию не купишь, а действительно надо следить, то, глядишь, и на это можно поднять свое и политическое, и в целом техническое качество. Решение о строительстве АЭС уже принято. Но экологи надеются доказать властям опрометчивость такого шага. По их мнению, экономическая привлекательность проекта не должна стать решающей, когда выбор стоит между ней и возможными последствиями от аварии. Ведь стопроцентные страховки от страшной трагедии не могут дать даже самые скрупулезные расчеты. Основоположник практического применения энергии атома для получения электричества советский физик Игорь Васильевич Курчатов, тот самый отец атомной бомбы. В 1948 году он предложил идею создания АЭС. В 1954 по поручению партии и правительства в Калужской области запущена первая в мире промышленная атомная энергостанция. В 1956 эстафету подхватила Великобритания. Еще через год США. Собственно, сегодня Америка мировой лидер в производстве ядерной электроэнергии. Но несмотря на активное использование таких установок по всему миру, уже почти 70 лет ведутся активные споры относительно строительства АЭС. Впрочем, давайте знакомиться с героями нашей сегодняшней передачи. Им и предстоит обосновать все плюсы и минусы атомных энергостанций. Элина Дожжанова – участник экофорума неправительственных организаций Казахстана, член Совета сети регионального узла Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в которые входят 8,5 тысяч организаций по всему миру. В 2004 году с двумя американскими учеными совершила поездку в Восточно-Казахстанскую область на территорию бывшего Семипалатинского ядерного полигона. С 2005 по 2007 год работала в Беркли, штат Калифорния, в Центре по безопасной энергии. В 2008 году начала работу в Социально-экологическом фонде. Атомная энергетика – это не прогрессивный веток энергетики, это не инновации, это нас отбросит назад в прошлое тысячелетие. И зная все проблемы, которые существуют на данный момент с ядерными реакторами, насколько мне известно, в мире пока нет ни одного ядерного реактора, который мог бы выдержать любые сейсмические какие-то происшествия или другие катаклизмы, от которых никто не застрахован. И наш мир уже познал, я думаю, немало таких очень грустных и, скажем, катастрофических уроков, которые выдала нам вот эта атомная энергетика. Это и Чернобыль, это и Фокусима. Александр Юшков – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией ядерных взаимодействий и радиационной безопасности НИИ экспериментальной и теоретической физики Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Автор более двухсот научных статей, учебных пособий, методических разработок. В настоящее время является эдвазером Токийского университета по ядерной энергетике. А желает ли Казахстан, как великая страна, быть экономически развитой, быть военным в отношении, могущественной, и построить общество социально значимое, богатое и счастливое? Если не желает, то не надо развивать ядерную энергетику. Если Казахстан желает быть экономически могущественной державой, для этого ему нужна энергия. Ядерная энергия якобы очень опасна. Посмотрим, что же произошло с этими авариями ядерными, которые потрясли весь мир. Это неизбежный этап развития новых знаний и новых технологий. Все четыре аварии рукотворные. Чернобыльская авария произошла из-за того, что местные энергетики пытались внедрить рационализаторское предложение вопреки штатному регламенту. Фукусимская трагедия вообще не поддается никакому здравому анализу. Я был в Японии, и нас возили на атомную электростанцию Хошивазаки, которая при 9-бальном землетрясении, находясь в зоне, в эпицентре 9-бального землетрясения, устояла. Это гордость японской атомной энергетики. И после этого вдруг произошла Фукусимская трагедия. Вызывает удивление, почему два резервных источника электрического питания аварийных узлов атомного реактора, а это атомный реактор старой американской конструкции, находясь на Тихоокеанском побережье, японцы разместили ниже уровня моря. Вот это опять человеческий фактор. Пока такое разное видение ситуации напоминает притчу о слоне и слепых мудрецах. Один оппонент утверждает, что АЭС пережиток прошлого и чуть ли не добровольное самоубийство в масштабах страны. А второй уверен, без мирного атома никакого общества социального благоденствия не построить. Справедливости ради отметим, профессор Юшков объясняет свою позицию. Все трагедии обусловлены человеческим фактором. Проще говоря, система ядерной установки совершенна. Если все делать по инструкции. Но даже педантичные японцы не смогли. Казалось бы, куда уж нам, великим интерпретаторам техники безопасности. Но чтобы от заблуждений продвинуться к истине, мы привлекаем экспертов. Которые, во-первых, попробуют объяснить суть проблемы, а во-вторых, предложить, что делать, чтобы найти компромисс. Строить, конечно, не в Курчатове, на берегу Иртыша. Это единственная река, имеющая огромный, так сказать, забар с пресной воды. В смысле, течет она из Бухтарминского водохранилища. Которая обеспечивает фактически 60% водного потребления Казахстана. Предлагаем перенести строительство где-то в центральный Казахстан. Ну, хотя бы в район озера Карасо, допустим, это где-то севернее, то есть восточнее Кайнара, на границе бывшего полигона Симпаладинского, Ятина. И там вот сделать такую опытную, большую, на 200, на 30 тысяч, 500 тысяч мощность киловатт. Она будет снабжать Караганду, она будет снабжать Астану, в какой-то степени она будет Капаладар снабжать и так далее. Но в комбинации с кем? Конечно, с ГЭСами. Почему? Потому что пиковые нагрузки всегда снимают только ГЭСы, то есть гидроэлектростанции. Боюсь, что все наши организации экологического форума в корне не согласны с тем, что нужно развивать АЭС совместно с крупными гидроэлектростанциями. Крупные гидроэлектростанции тоже имеют свои побочные негативные эффекты. Мы говорим о устойчивом развитии, мы говорим о том, что нужно эффективно использовать все ресурсы природные. И, конечно же, использование ключевых ресурсов жизнеобеспечения людей не нужно ставить под риск данных крупных проектов. Нам нецелесообразно в Казахстане строительство АЭС в принципе. С мнением профессора Инюшина я солидарен. Если можно избежать построения АЭС на берегу какого-то крупного водоема, что вызовет излишнюю избыточную озабоченность населения, то лучше это сделать где-то в малонаселенной местности, благо Казахстан это позволяет. И очень разумная мысль сочетать атомную энергетику с тепловой энергетикой, естественно, со всеми видами альтернативной энергетики. В Казахстане есть у нас специалисты по всем этим направлениям. Первое несогласие. Один наш герой за, другой против. Эксперт профессор Инюшин, кстати, в интервью нашим журналистам долго объяснял, как АЭС может повлиять на воду, растительный мир, животный мир в зоне нахождения реактора. По его словам, влияние не самое положительное. Возможно, что предложение о строительстве в другом месте, менее населенном, действительно было бы выходом. К тому же точное место расположения АЭС в Казахстане еще не определено. Давайте вместе с нашими оппонентами выслушаем еще одно предложение. Наш эксперт Ирина Тажибаева предлагает преодолеть радиофобию в обществе посредством образовательных экскурсий на АЭС и разъяснением принципа работы подобных электростанций. В точке соприкосновения, во-первых, нужно развивать образовательные программы на телевидении, на радио, в журналах, чтобы понять, что такое атомная энергетика, все ее плюсы и минусы. Конечно, как и любой вид энергетики, есть и проблемы. Вот одна из проблем энергетики, об этом хорошо знают экологи, и я не могу отрицать сама, это обращение с радиоактивными отходами. Вот нужно рассказывать, действительно, нужны тут различные инновационные пути, инновационные решения для того, чтобы как-то уметь обращаться с радиоактивными отходами. Потому что это один из камней преткновения на пути развития атомной энергетики сейчас, не только в Казахстане, а вообще во всем мире. Насчет образования хотелось бы, чтобы люди помнили, и, конечно же, наше молодое поколение, и дети, школьники сейчас, о том, что было в прошлом. Каковы людские истории жертв катастрофы, которая произошла в Чернобыле. И, конечно, у нас есть свой Симпалатинск. В части образования я, конечно, не соглашусь, что нужно проводить туры и визиты на атомный реактор. Честно говоря, сама как родитель, я бы своего ребенка не пустила и близко к атомному реактору. Мнение профессора Тажибаевой, я солидарен. То есть, несмотря на то, что учебные программы по ядерной энергетике, по физике ядерных энергетических процессов, у нас в ряде вузов очень хорошо уже работают. Студенты обучаются, ну, например, ежегодно правительство Казахстана выделяет около 60 грантов по специальности ядерная физика. Снова наши оппоненты не сошлись в оценках экспертного предложения. Эколог уверен, экскурсии на реактор не самый заманчивый экотур, особенно для подрастающего поколения. Профессор Юшков же вовсе готов и сам поучаствовать в программе разъяснения населению всех плюсов атомных электростанций. Вообще, главное преимущество АЭС – их сравнительная независимость от топлива и, следовательно, дешевизна. Это ощутит каждый казахстанец в квитанциях по уплате за коммунальные расходы. А главный недостаток – последствия аварий, в случае, если что-то пойдет не так. Это тоже может прочувствовать каждый, что называется, на себе. Давайте посмотрим третье предложение. Я не отрицаю, что научные исследования в области атомной энергетики – это очень важная составляющая и очень перспективная. Но я предлагаю пока на этом этапе развития науки казахстанской, да и российской, откуда есть предложение по строительству АЭС, на этом этапе все-таки те деньги, которые, будем говорить, могут быть потрачены на строительство и эксплуатацию, и последующие, так сказать, последующие по технологическому процессу завершения процесса эксплуатации, эти деньги потратить на развитие альтернативной энергетики. И для этого есть очень весомые аргументы. Например, такой. По ветропотенциалу Казахстан занимает первое место в мире на душу населения. Это аргумент достаточный для того, чтобы развитие ветроэнергетики в Казахстане действительно масштабы приняло республиканские. Я полностью соглашусь с тем, что было бы лучше потратить данные средства государственного бюджета на развитие возобновляемых источников энергии. Что касается мнения эколога, то я категорически не согласен. И нам нужна энергия. Нельзя ждать. Может быть, мы даже уже слегка опоздали. Что касается альтернативной энергетики, то это миф. Миф, который я бы даже не стал обсуждать. Никакая солнечная энергетика, никакая биоэнергетика, ветряная энергетика, приливная энергетика и прочие энергетики никогда не смогут обеспечить потребности высокоразвитой, индустриально развитой страны. Ну, в частности, в нашей лаборатории мы отчасти ради развлечения разрабатываем один из видов альтернативной энергетики. Могу сказать, что это просто игрушки. Пусть меня простят коллеги, которые работают в соседних кабинетах по солнечной энергетике. Но это хорошо для межпланетных путешествий, это хорошо для теплиц, но это плохо для того, чтобы получать сталь, для того, чтобы делать новые современные машиностроения и так далее и тому подобное. Нет, сегодня им не договориться. Профессор сменил категоричность на иронию, исследуя заветом Альберта Эйнштейна, призывает использовать ядерную физику на благо мира. Насчет земного рая можно поспорить. Все-таки лауреат Нобелевской премии по физике не дожил до разрушительных последствий аварий на АЭС. Зато можно вполне конкретно измерить практическую пользу от выработанного электричества. Как мы уже говорили, лидер в производстве ядерной электроэнергии США. 104 атомных реактора в год вырабатывают почти 837 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Одного киловатт-часа хватит, чтобы зарядить мобильный телефон 278 раз. Или разговаривать по нему 15 дней. Посмотреть 9 серий любимого ситкома по ТВ. Заварить кофе в кофеварке 3 раза. Напечатать 1333 страницы на принтере. Послушать 250 песен через стереосистему. Использовать монитор 7 часов, а энергосберегающую лампочку 56 часов. Ну или получить 60 тысяч сообщений на автоответчик. В общем, электричество – вещь несомненно полезная. Чего, конечно, не скажешь о способах его производства. Давайте послушаем итоговые речи наших сегодняшних оппонентов. Хотелось бы, чтобы эти средства были больше потрачены на улучшение эффективности, повышение эффективности генерирующих мощностей, улучшению или обновлению электросетей. И, конечно же, образованию населения о том, что необходимо более бережно относиться к потреблению энергии. Я считаю, что принципиально важно, чтобы в той области Казахстана, где планируется построить атомную электростанцию, обязательно был проведен референдум. Чтобы люди высказались за или против. Перед референдумом нужно устроить лекции, беседы, демонстрации специалистов, зарубежных гостей и так далее, чтобы показать, что не так страшен черт, как его молюют. И все равно это будет мало. Поэтому я предлагаю в Казахстане на какой-то определенный период времени, может 50, может 100 лет, принять социальные меры по защите населения, такие, которые принимаются во вредных химических производствах и во вредных радиоактивных производствах. То есть ввести зону номер один, зону номер два, зону номер три опасности. Причем это не означает, что это реальная опасность. Это только риск в случае, если, не дай бог, возникнет авария ядерная. И, соответственно, так же, как на химпроизводствах, на ядерных производствах, если люди входят в первую зону, они получают соответствующую высокую заработную плату, они получают льготный возраст выхода на пенсию и пенсию в льготных размерах. Наши оппоненты отстаивали сегодня собственные позиции. Голосуйте, если они показались вам убедительными. Интересное предложение сделал Александр Юшков в конце программы. В зависимости от радиуса разграничить зоны опасности в месте строительства АЭС, предварительно проведя референдум среди населения. Тогда каждый сделает свой выбор. Жить ли с дотациями при дешевой электроэнергии и мизерным, но возможным риском для жизни, или выразить свой протест этому проекту? Хотя о чем тут говорить? Политическое решение уже принято. Остается надеяться на профессионализм наших российских специалистов. Вот только в последнюю неделю новостные сводки не радуют. Контейнер с радиоактивным Цезием-137 пропал 27 августа 2014 года из автомашины КАМАЗ, следовавшей из города Уральск Мангостаусскую область. Инцидент произошел на промежутке дороги от участка Сай-Утес до Щитпе. В полицейские Мангостаусской области КНБ, Акиматы, Нацгвардия продолжают поиски контейнера весом 50-60 килограммов, внутри которого находится один из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Казалось бы, при чем здесь строительство атомной энергостанции? Наверное, дело в доверии к системным вещам, в том числе и тем, которые обычно подрывают тот самый пресловутый человеческий фактор. Иногда, чтобы выжить, надо найти равновесие. Увидимся на власти. Субтитры создавал DimaTorzok